Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Четверг, 1 февраля и давайте посмотрим, с чем у нас открывается второй месяц этого года. И начнем, как всегда, с пары евро-доллар. На текущий момент по паре евро-доллар нисходящая формация сохраняется. Ближайшие цели по нисходящему движению – это уход ниже отметки 1.2333 с последующим возможным снижением до отметки 1.2753. Возврат к покупкам произойдет в том случае, если мы увидим закрепление выше максимальной значения, которое мы видели 26 января на отметке 1.2494. Пара британский фунт и американский доллар также на текущий момент находятся в нисходящей формации. В рамках часового таймфрейма последние два дня мы видели восходящее коррекционное движение, но пока мы торгуемся ниже отметки 1.4228. Также максимум 26 января тенденция на ослабление будет оставаться в приоритете. И ближайшие цели по нисходящему движению – это область 1.3990 и далее движение на 1.3945. Пара американский доллар и канадский доллар на текущий момент находятся в нисходящем тренде. После закрепления вчера ниже минимальной значения, которую мы видели 30 января, в рамках часового таймфрейма тенденция нисходящая сохраняется с целями движения на 1.2237 и далее на 1.20111. Возврат к покупкам, а значит и начало восходящего движения по американскому доллару против канадского доллара, мы увидим в том случае, если произойдет закрепление выше отметки 1.2348, максимальное значение, которое было зафиксировано вчера. Пара американский доллар и японская иена переходит в фазу восходящего движения. Вчера закрепились выше максимальные значения, которые мы видели 30 и 29 января и на текущий момент тенденция восходящая в рамках часового таймфрейма сохраняется. Ближайшие цели по движению – это, во-первых, укрепиться выше отметки 109.50 и далее уже движение на 111.50. Возврат к продажам по данной паре мы будем рассматривать в том случае, если увидим закрепление ниже минимальной значения вчерашнего дня, отметка 108.59. Пара австралийский доллар, американский доллар продолжает свое нисходящее движение. Сегодня торгуемся уже на минимальной значениях этой торговой недели, подошли к минимуму 26 января, ну и, собственно, там находится ближайшая цель по снижению. После этого следующая цель – это движение на 79.62. Возврат к покупкам по данной паре будем рассматривать в том случае, если австралийцам удастся закрепиться выше отметки 81.61, максимальное значение, которое было зафиксировано вчера. Пара евро-фунт на текущий момент продолжает свое нисходящее движение после образования нисходящей формации 30 января. Ближайшие цели по нисходящему движению – это область 86.92 с последующим снижением на 86.20. Возврат к покупкам произойдет в том случае, если мы увидим закрепление выше отметки 88.15, максимальное значение вчерашнего дня. Золото на текущий момент продолжает свое нисходящее движение. Торговались вчера вблизи максимальной значения 30 и 29 января, но уйти выше данных уровней не смогли, что пока сохраняет коррекционно нисходящее движение по золоту. И ближайшие цели по снижению – это движение в области 1332 доллара за тройскую концу, далее 1321. Ближайший разворотный уровень находится как раз на максимальной значении вчерашнего дня – отметка 1347. Нефть марки Brent на текущий момент продолжает свое нисходящее движение. Мы видим попытки закрепления выше максимумов, которые были зафиксированы вчера на отметке 69.47. Если нефть марки Brent, ту, которую мы рассматриваем, на текущий момент удастся закрепиться выше данного уровня, то уже вероятен вновь возврат к основному тренду, то есть продолжение роста по нефти с целями движения на 71.30 и далее на 72.40. По индексу DAX на текущий момент коррекционно нисходящее движение сохраняется. Ближайшие цели – это уйти ниже отметки 13144 и далее пойти на 13200. Закрепление выше максимальной значения вчерашнего дня, а именно отметки 13268, уже вернет нас к покупкам по данному активу с целями движения на 13635. По биткоину коррекция сохраняется. Вчера доходили до минимальной значения в области 9456 долларов за один биткоин и вероятность снижения до отметки 9300 и 8920. Возврат к покупкам по данному активу будем рассматривать после закрепления выше максимальной значения вчерашнего дня, отметка 10273. Пока торгуемся выше данного уровня, коррекционный характер движения сохраняется. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, напоминаю, что если вам нравится это видео, то обязательно ставьте лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня, хорошего торгового месяца и увидимся на следующих видеообзорах. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok